привет дорогие зрители это вархаммер 40000 спейс марин и мы с вами продолжаем наше прохождение и доктор или мы часть отключили так что давайте двигаться дальше прибираем гранаты и знаешь куда нам сюда нельзя так ё-моё shift up как всегда steam блин значит нам сюда что содержится в этих контейнерах особи для моих исследований образцы клетки операционные залы здесь просто разит ксеносами это касается только инквизиции ультрамарины сюда ультрамарины но как скажешь так-так разблокирован болтер кракен этот модифицированный болтер ведется огонь особыми боеприпасами с адамантиновыми си с адамантиевыми сердечниками они наносят мощную армажерской брони способны доставать врага даже в укрытии хох это оружие на себя заменит ваш стандартный болтер берем и ба огневое ядро все еще активно отлично если это и есть огневое ядро инквизитор а но значит питает всю структуру нет не совсем так ядро поднимается под крышу комплекса под ней расположен основной огневой блок так ну двигаем дальше я усюжду что в какой-то момент появятся ворки именно с тем самым боссом тревога а они прям вот крепкие сидим ай-яй ай-яй так ну что ребята поможете нет ты зараза все она успел выстрелить а тут у нас что а боеприпасы а ей а еще где запись есть орки ворвались в храм я не слышал этого так как был подключен к своей консоли и тут меня что-то резко толкнуло в спину это оказался трансмеханик аллерик из его груди торчал орочий топор он заслонил меня от атаки и принял удар на себя тот орк был как безумный он кинулся ко мне и схватил меня за мантию я вырвался и убежал аллерик спас меня он погиб спасая меня что же земля ему пухом значит с этой веткой мы просто обратно в зал вернулись и давайте двигаться дальше так здесь чисто боеприпасы знаешь нам по этой по этой стороне не ты не включишься да блин включилась все-таки видимо недостаточно урона нанес здесь вроде их нет ну 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 мышку протирал здесь комната управления за этими дверями Куда она стреляла? Ёп! Да ё-моё! Это что было? Простите! Ничего не прощать! Зашибись, меня застан локал, я даже спрятаться не успел. Заранее нельзя, да, уничтожить? Понятно. Здесь, комната управления за этими дверями и этими турелями. Так, восстанавливаемся. Крепкия! выполнен доберись за зало управления нос что теперь замечать я скоро отключу все системы безопасности капитан но боюсь что они тогда уже не смог так извини извини ушел прервал максимальная ярость теперь уровень вашей ярости увеличивается быстрее использовать это преимущество чтобы обрушить на голову врагов человечество всю мощь и ярость правосудия класс вы сдерживать наружу а вы сможете выстрелить конечно нам стоит поторопиться это место скоро будет просто кишать орками конечно системы безопасности отключены авторизация пройдена снятие блокировки теперь готовить генераторную ладно подготовьте программу стрельбы так а я думаю я один пойду а вот и ворки вот и ворки да да о чем речь господи нихрена не вижу если твое дело за него можно ладно я чё-то не понял мне вроде нормально хп было замечательно я скоро отключу все системы безопасности капитан но боюсь что они тогда уже не смогут сдерживать орков снаружи а вы сможете выстрелить конечно нам стоит поторопиться это место скоро будет просто кишать орками конечно системы безопасности отключены авторизация пройдена снятие блокировки теперь отправляйтесь генераторную побежали раунд 2 чё-то как-то меня быстро вынесли я вообще ничего не понял а может здесь за камикадзе ты помер поместите контейнер в гнездо энергетического ядра капитан снова риск облучения только если уроните контейнер ну как скажешь моя работа началась с двух простых вопросов тот день мой корабль только вошел в пространственный лимф варпа большинство обычно не задумывается об истинной природе варпа ведь он позволяет путешествовать между звездами но варп суть вотчина хаоса создание абсолютного зла и огромной мощи черпают свою силу прямо в нем и я задался вопросом а могу ли я пользоваться этой силой и что я смог бы с ней сделать понятно он точно предатель вот точно сила варпа что будет если я такую силу получу о не он точно предатель по-любому ладно ставим уже наконец-то ты источник энергии очень хорошо капитан наконец-то вы избавились от необходимости носить его так и чё дальше психическая плеть инициация протокола стрельбы тревога структуре нанесен урон внимание активирую аварийные обряды сдерживания проклятая дрянь что мне нужно будет сделать инквизитор вам нужно будет вручную перезагрузить весь массив с применением силы если потребуется где огневая камера ультрамарины идите на лифт так так ну поехали как обычно все же не может пройти настолько гладко капитан вы должны поспешить чертовы орки перерезали проводники ведущей к огневой башне вы должны подключить проводники капитан иначе будет перегрузка и всю планету разнесет на части понятно блин крутая хрень не дай бог повредиться всей планете кирдык и никакой экстерминатус не нужен зашибенно просто кто эту систему придумал того кто 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 очите всех всех глава 11 . невозврата Да-да-да, время подыхать только вам, долбаные орки. Психическая плеть, инициация протокола стримы. Инквизитор, каналы снова подключены. Теперь идите к главной панели управления. Выстрелите из психической плетью. Вот это честь. Так, тут аудиозаписи нет. Хм. Это она вот вся такое представляет. Ну ладно. Так, сейчас. Спешить лучше не надо. А здесь я не пройду, да? Конечно, конечно. Основное удерживающее крепление освобождается. Запущена программа стрельбы. Огонь. Охренеть. Взгляните на шпиль. О, здорово, ублюдок. А я искал тебя, господин. А я искал тебя, десантник. У тебя есть кое-что, и оно мое. Он наговорился, что ли? Почему не сработало? О, проклятый дрогон. Не доверяй инквизиции. Спокойно, ультрамарины. С этими орками мы справимся. Десантник. Это, типа, было больно? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Демоны хаоса? Как такое возможно? У тебя новые дружки, десантник. Инквизитор, назад! Какой героизм! Дрогон! Я верно послужил вам, лорд Нимирот. Предатель. Предатель. Понимаю. Мой слуга сделал больше, чем я рассчитывал. Но он бы не справился без вас, капитан Тит. Благодаря храбрым космодесантникам мы прорвались в эту реальность. Хитеор, Глубец, ты сопротивляешься моему прикосновению, Тит, капитан Ультрамаринов. И касанию варпа тоже. Это весьма впечатлило моего слугу. Да, ты считаешь Инквизитора предателем, но Дроган умер еще до вашей первой встречи. А вас использовала моя марионетка воплоти. Меня так просто не убей. Хе-хе-хе-хе-хе. Так-так, ну как я и говорил. Император, храни нас. Нам нужен выход. На лифт. Валим отсюда. О-о-о. Ну все, теперь у нас еще был хаос. Помимо орков. Быстро к лифту. Нифига как они могут. На лифт, на лифт, на лифт. Отродье варпа. Этот демон говорил правду? Это мы вызвали вторжение хаоса? Разумеется. Его марионетка Инквизитор манипулировал нами с момента встречи. И до нее. Этот лже-инквизитор послал сигнал бедствия. Я так не думаю, Леандр. Он был напуган, взволнован. Думаю, это был настоящий дроган, обреченный на смерть. И она нашла его. Но убили его не орки. Агенты хаоса уже как-то проникли туда. Ох, ну вот теперь будем на два фронта еще выелать. Жарко-жарко становится. Так. Возьму-ка я, пожалуй, лучший топор. Вот зараза, а. К выходу. Не останавливаться. Так, где выход еще? Понятно, чрезгонные ворота. И снесем шпиль. Опушка титана будет эффективна на таком расстоянии. Настало время использовать источник в своих целях. Зарядим непобедимый. Мы должны добраться до титана. Доберись до мануфактория титанов. Ну вот, блин, это будет эпично, если мы того титана заюзаем. Только теперь времени у нас, скорее всего, в очень в обрез. Надо спешить. За один день столько всего произошло. Просто капец. Да, теперь у нас, видимо, будет два прозивника. Два вида. Это именно орки и чертовые демоны хаоса. И вот они более проблемные. О, где запись. Дэнджамин, случилось нечто ужасное. Твоя мать. Джулия. Мы попали в засаду орков. Они окружили твою сестру. Она закричала. Джулия бросилась на них. Они засмеялись. Какой же у них омерзительный смех. Я схватил хан. Но твоя мать. Они схватили ее и буквально порвали на часть. Я не смог. Мы добрались до центра Эпсилон. Найди нас, Бенджамин. Прошу тебя. Найди нас. Да, печальная запись. Значит, Дэн убил инквизитора Дрогона и вселился в его тело. Но зачем? В одиночку демон никак не смог бы пронести источник через миллион орков. Он нуждался в помощи. И мы ему помогли. Меня обманули. Я несу ответственность за прорыв хаоса в этот мир. Ну, получается так. Ну, кто знал, что, блин. Ну, теперь нам понятно, откуда у инквизитора вот эти огромные царапины на самом деле. Да, и получается, истинный Дрогон давно мертв. Вроде получается так, если я ничего не путаю. Стоп, боеприпасы не нужны. Что? Железный орел разблокирован. Что это, сверхброня? Древний артефакт создает персональный энергетический щит, который заметно усилит прочность силовой брони космодесантника, позволяя ему выдерживать самые сильные атаки. Железные орелы столь редки, что использовать их могут только капитаны ультрамаринов и воители. Вау! Обалдеть! Тут на каждом ходу прокачка. Да, кстати, вот он теперь у нас на спине стоит. Круто! А я тут думал, это такое украшение просто на броню. Она, оказывается, имеет эффект, силу. Что-то не просто так. Побрякушка пустая. Так, там уже месиво. А я вот аудиозапись послушаю. В том судьбоносном путешествии через варп, в какой-то момент, устав от раздумий, я утратил бдительность. Ошибка, недопустимая для псайкера. Мое устремление, моя психическая воля. Они заглянули в варп, и варп отреагировал. Передо мной появилась искра энергии варпа. Парящая, сверкающая и могучая. Я чувствовал ее биение, мой психический щит. Я был шокирован. Я потерял сосредоточение, и искра исчезла. Я знал, что должен заставить ее вернуться. Хм. Ультрамарины, в атаку. Так, да блин. Офигеть, реально, легион хаоса появился. Теперь еще и с автоматами эти. Солдаты. Он что, завис? А, ладно. Ах, ты поганец, а что тут? Да ты урод, а. Ты что там заныкался, а? Застрял? Ах, теперь надо найти кого бы, чтобы полечиться. Так, патроны, спасибо. Ну что ж. Опять осматриваем комнаты, может найдем аудиозапись. Пришло время озвучить мои опасения. Говори. Вы снова держали открытый источник, капитан. И его излучение снова не подействовало на вас. И... Ну да, мы заметили, что мы выжили от его прикосновения, что они... Вот блин. Кодекс со старта согласит, что лишь те, кто заодно с хаосом, могут выдержать касание варпа. Ты забываешься, ультрамарин. Леандр, этот вопрос очень беспокоит и меня. Но поиск ответов подождет до того момента, когда мы остановим вторжение хаоса. А если будет поздно? Леандр, хватит. Нам нужно идти дальше. Ну я, блин, понимаю его опасения, да? Да, да, да. Вот я говорю, что мы выдержали это излучение, но у нас не действует. Типа вот капитан у нас такой особенный, да. И то, что он может тоже вот быть еретиком, связан с хаосом и т.д. и т.п. Понимаю, да, что его тоже может вот эта энергия соблазнить, как соблазнил дроган и так далее. Ну пока, я думаю, особо-то переживать, наверное, не стоит. Да, конечно, понятно, что потом может быть поздно и т.д. и т.п. Но пока вообще не до этого. Не та ситуация. Отправьте гонца на склад на позиции альфа. Пошли. Я надеюсь, не вы поведете этот рейд? Разумеется. Лейтенант, он уже нам живой. Вы же понимаете, здесь все зависит от вас. И вдруг с вами что-то... Ха, резко обралось. Хо, какая интересная комната. Какая-то пустая. Такая же. Вот то это, это хаос? Вроде да. Понятно. Понятно. Обалдите, они больно бьют. Гранатометом стреляешь. У меня он тоже есть. Ох, ладно. а еще спорта помогите нам куда они все лезут пособили гвардеец рапорт господин космодесантник они практически сразу напали на нас в этот мир вторглись силы хаоса доберемся до титана и уничтожим врата варпа понятно встретимся там ну что ж ты ген на аванпост аудиозаписи вроде не успею не упускаю за что всем значит тут у нас пополняем боеприпасу гранатомета снайперки молот и набрать не будем ладно двигаем на левый фронт да блин умри уже а чем спасибо пантус снайперы проще а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Снайперка, снайперка, бам! И еще раз. Блин, промазал. Вот так. Отходим. Надо почаще гранты променять, а то опять про них забываю. Да блин, зараза. Да я-то иду, это ты не уходи, засранец. Достали. Ну, давай. Сначала вторжение орков, а потом еще и эти еретики хаоса. Удивительно, что это место вообще уцелело. Ой, да. Как нам биться с ними? Легионы хаоса. Рядовой, а ну соберись! Немедленно! Да, мэм. Остальные взводы собираются отходить в направлении бастиона. Держите эту позицию, или они будут отрезаны. Приветствую, ультрамарины. Ну что у вас, лейтенант? Настолько хороши, насколько это возможно, если учесть, что мы окружены вражеской ордой. Мы возвращаемся на командный пост, капитан. Ну, хорошо. Я ведущий, значит. Как скажете. Остальные взводы собираются отходы. Да, боже, сколько вам пульта надо. Да, боже, сколько вам пульта надо. Ну ты охренел, мог стрелять. Зеленокожий. Так, патроны. Для тебя. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вау, блин. Тихо-тихо. Да, блин. Пока не с щитом. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, блин. Крикадзе. Ой, блин. Крикадзе. О, блин. Очень же. Он... Боже, как выжить? здесь есть лифт супер стоп привет мира и она а я уж думала что твои кости давно глажут демоны как видите еще нет это ну тут к праву ли который нас встречал зеленокожие плотно нас прижали и здесь и у бастиона тоже готовьтесь отходить к бастиону не вступайте в контакт с силами хаоса пока у меня не будет подкрепление поддержать вас есть лейтенант капитан тит прошу сюда видите лейтенант но опять итоге я иду ладно можно было так и сразу да надо бы от кого-то подлечиться мы с ультрамаринами почти на вашей позиции конец при помощи своих психических способностей я коснулся энергии варпа если бы я смог вызвать ее снова контролировать ее и управлять ею с ее помощью я смог бы защитить империю и тогда я предпринял еще одно межзвездное путешествие через варп не смея надеяться на успех я снова ослабил свою защиту в ожидании что энергия вернется и она вернулась я заключил искру в специальный контейнер и был поражен ее потенциалом теперь я мог приступить к работе понятненько ну вот не стоило прикасаться к этой энергии вообще не стоило не защитишься с этой энергии империю хотя толку уж объясняет эту трупу а тут но что открыта плазменная винтовка плазменная винтовка типа огонь ярости модель 12 хз стрелять энергетическими зарядами способными разрушить саму тяжелую броню это оружие было очень высокой эффективностью на быстро перегревается я нам лучше возьму это нормально защитительного послупа ой 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 да да блин надо быстро карантометчиков убивать ну блин сейф так супер ладно а вот еще аудиозапись была вот пропустил уже три дня прошло как пока полерик орки наконец-то убрались из храма я добрался станции связи освободительный флот уже направляется сюда передовой отряд ведут ультрамарины но они еще только входят в и материю я надеюсь что я ошибаюсь как бывало уже не раз но я боюсь что к тому времени когда придут ультрамарины здесь никого не останется в живых орки снова сорки вперед я допустил имперская гвардия держать позиции ультрамарины прибыли есть лейтенант а 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 Боже, как же круто, что у них тикамикадзе есть. Так как же вы достали, а? Да, жестко наседают. Ладно. Интересно, что нас там ждет. Нам нужны эти пушки. Лейтенант, где генератор? Свяжусь с вами, когда будет связь. Братья, гвардейцам потребуется ваша помощь, пока не включатся орудия. Мы будем держать оборону, капитан. Найдите ее на гостабжении турелей. Поехали. Ни хер, жалоса, поперло. Иди сюда. Поехали. Поехали. Да, блин. Зараза. Поехали. Да, блин. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Жесть Уберегайся! Ой, как же вы достали, долбаные гранатометчики. Лейтенант Мира, генератор дает полную мощность. Заработало. Стрэшевые орудия включились. Капитан, ваши люди подошли к точке доступа транспортной сети. Гвардейцы укажут путь. Рядом с вами находится еще один урод. Спасибо, лейтенант. Так, иди с ними пушки разберутся, ладно. Все, возвращаемся обратно. Вот и мы, господин. Дальше, гвардейцы. Седоний, капитан Утиту. Несколько раз мы столкнулись с орками. Но тут куда легче, чем наверху. Они не доставили особых хлопот. Скоро мы будем здесь. Так, ну что ж, друзья, давайте-ка мы здесь с вами переливемся и продолжим уже в следующий раз. Потому что время силы у нас уже подошло к концу. На этом у меня все. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. В общем, все как всегда. И увидимся мы с вами в ближайшее время. Пока.